Я собираюсь попробовать быстро пересечь Англию, не используя дорог, а ехать где только возможно. Итак, Джонни Смит пересечет Англию полностью от побережья до побережья, стараясь не использовать привычные автомобильные пути. Начав где-то здесь, в жопе в Мексике и графстве Камбрия, я постараюсь проследовать забулдыжные окрестностей великобританской станицы Уитби, что в графстве Мёрд Йоркшир держась при том, как можно ближе к зеленым линиям, обозначенным на карте, всякими там бесплатными путями, делающими путь на деле длиннее. И, конечно, забытые богом и дорожниками английские земли, я буду пересекать на чем-то полноприводном. А так как по этим говнам ничего больше не проедет, то я сделаю это на ладе. Точнее, эта кондовая лада Нива из России, выгодящая, словно ее сделали при царе Горохе в 70-х годах, сделали подтяжку кожи в 1997-м, а выпускают до сих пор. Вот такая засада 1,7 литра и 80 кобыл. Кстати, наши специалисты по импорту смогут впарить вам одну такую штучку прямо сейчас из-за каких-то 11 тысяч фунтов. Эта поездка будет четким испытанием, которое выявит, является ли него героем, либо первобытным пенсионером. Вот эта дыра напоминает мне очертания авторадиолы, но это ни хрена не для радио. Надпись на указателе непригодна для автомобилей. Испытание начинается с проверки моих посредственных внедорожных навыков. Хрен его знает, есть там дальше дорога. Ого, тут еще и ездят. Попробуем еще раз. Лада родом из 60-х годов эпохи Холодной войны, завершившейся в 80-х, и ей наплевать на такую дорогу, хотя рекомендованная скорость и тут – 20 км в чат. Да, это нормальный народный хайвей, просто его обычно не использует офисный планкнон, а только нормальные невоводы. Ух ты, мы тут не одни, прикольно. Какие говно. Лада просто роскошна, а роскошна в грязи, чему способствует понижайка и блокировка дифференциала для лучшего сцепления с дорогой. Она прет. Просто прет, и все это советское точило. Зеленая линия номер два подготовила новое испытание – брод. Я вот не знаю, подходит ли этот путь для механических транспортных средств. Тут, может, одни кони скачут, а так. Держим постоянную скорость, я чувствую воду везде. Ого! Мы это сделали. Нива произвела впечатление, но чтобы не было больше такого нежданчика, я, пожалуй, подыщу на карте дорогу получше. Глава вторая. Двери. Потяните ручку, чтобы открыть дверь снаружи, как показано на картинке. Если стекла запотели, проветрите машину через форточку. Вот такие первобытные технологии. Но сейчас проверка, которая снимет налет праздности с лица любого ботаника. Мы взберемся по этому хоббитскому склону так, чтобы не оставить колеса внизу. Вот это колея. Золотцы тени. Звучит хреново. Куда свернуть? Я... Ооо. Внешняя камера показывает, как Нива бесстрашно преодолевает испытания. Я царь горы. Но какие-то козлы забрались сюда раньше меня. Ну как? Было круто. И это было легко. Первый день завершен. День второй начался с проблемы. Вот это жопа. Только два местных аборигена смогут меня спасти с помощью пил. И зачем я сюда поехал? У Нивы бензиновый мотор объемом 1,7 литра, слабый и прожорливый, как верблюд в пустыне. Но за 500 фунтов вы сможете его практически на халяву, например, турбировать. То, что это самый дешевый путь в Норд-Йоркшир, я так не думаю. Видел и получше проезды сцеплений с дорогой. Полный отстой. Пора думать о бренном. Но машина остается на дороге. И... И надо передохнуть, пожалуй. Освежимся в холодке. День окончен. Дальше въезд в Норд-Йоркшир. Но перед ним последняя зеленая линия, и это брод по мелкому каменистому ручью. Хватит с меня уже впечатлений. Я проехал тайными, но контекстно самыми лучшими тропами в Британии, в автомобиле, на котором из опционных удобств только дворники снегоочистителей. Робин Гуда туда нас не было. Да не проходил сюда Робин Гуд. А мы приехали... Последний тест Нивы пройден с честью. Это было блестяще. Это самый дешевый полноприводный автомобиль, продающийся в Британии. Она, вероятно, лучшая.